Здравствуйте, учащиеся 11 класса! Сегодня у нас урок истории Казахстана. И тема нашего урока пересекается с прошлой. И для того, чтобы более подробно определить название темы, давайте просмотрим краткий видеоролик. Внимание на экран! Продолжение следует... Продолжение следует... Тема нашего урока это Казахстан ведущий страны мира и членство Казахстана в международных организациях. Цель урока анализировать взаимоотношения Казахстана с региональными и международными организациями. Мы уже на прошлом уроке говорили, что Казахстан является участником более 16 международных организаций. Давайте более подробно их рассмотрим. 2 марта 1992 года Казахстан вошел в состав ООН. 5 декабря 1992 года является историческим днем во внешней политической деятельности республики. В этот день с трибуны ООН впервые выступил президент независимого Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев. И именно в этот день было предложено создать Совет по мерам взаимного сотрудничества и доверия в Азии, СВМДА. И в дальнейшем эта организация была создана. Также в 1992 году в столице Финляндии, Хельсинки, был подписан заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. То есть Казахстан вошел в состав ОБСЕ. Давайте более подробно изучим организацию ОБСЕ. Внимание на экран. Объединяя 57 государств участников из Европы, Азии и Северной Америки, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе является крупнейшей в мире региональной организацией, занимающейся вопросами безопасности. ОБСЕ является всеохватным форумом для диалога по вопросам безопасности и платформой для совместной деятельности по улучшению жизни людей и их сообществ на пространстве ОБСЕ. ОБСЕ придерживается всеобъемлющего подхода к безопасности и ведет работу во многих соответствующих областях, начиная от вопросов жесткой безопасности, таких как предотвращение и разрешение конфликтов и контроль над вооружениями, до оказания содействия экономическому развитию, обеспечения устойчивого использования природных ресурсов, а также полного соблюдения прав человека и основных свобод. Республика Казахстан также сыграла важную роль в проведении саммита ОБСЕ. Именно Казахстан в 2010 году предоставил площадку для проведения саммита. Стоит отметить, что Республика Казахстан являлась инициатором создания новых международных организаций, таких как Таможенный союз, Евразийский союз, ШОС, Шанхайская организация сотрудничества, СМДА и другие. Давайте более подробно изучим данные международной организации. Для этого нам необходимо воспользоваться дидактическим материалом и заполнить таблицу. Изучив дидактический материал, вы заполнили сводную таблицу. Внимательно посмотрите на слайд и проверьте, допущены ли были у вас ошибки. И для закрепления пройденного материала мы с вами просмотрим краткий видеоролик. Внимание на экран. Как надежный партнер и уверенный игрок на международной арене. Дипломатические отношения, участие в многосторонних процессах, членство в крупнейших организациях планетарного и регионального масштаба. Все это сделало нашу страну узнаваемой на политической сцене во всем мире. За годы независимости официальная Астана добилась главного. С мнением Казахстана сегодня считаются. ООН, ОБСЕ, СНГ, ШОС, ЕАЭС, ОДКБ. Далеко не полный список международных организаций, в которых представлен и Казахстан. Чуть больше, чем за четверть века из неопытного новичка в мировом сообществе, Казахстан стал не просто выгодной с точки зрения инвестиций страной, но и востребованным медиатором в решении международных конфликтов. От Карабаха и Таджикистана до Ирана и Сирии дипломатические отношения со 180 государствами мира. С первых лет независимости стало понятно. Казахстан покажет, что такое единство народа и дружба народов, выстраивая межнациональный диалог внутри страны, не забывая о теплых отношениях с соседями и партнерами. Дружба с Россией и Китаем, США и с Евросоюзом, соседство с государствами Центральной Азии, дипломатический диалог со странами Африки и Латинской Америки. Казахстан, к тому же, и неотъемлемая часть исламского мира. Отсюда добрые отношения с арабскими странами на Ближнем Востоке. Амбиции молодого государства сразу прояснили важное. Казахстану не нужен статус младшего брата или молодого партнера. Отношения на равных с учетом интересов всех сторон. То, чего независимой стране даже требовать не приходилось. Иначе и быть не могло. Официальной Астане сегодня доказывать нечего, да и некому. Все и так все видят. Это Казахстан впервые в истории принимал гостей на саммите лидеров мировых и традиционных религий. Это Казахстан инициировал принятие Генассамблеи ООН всеобщей декларации построения мира, свободного от ядерного оружия. Это Казахстан первым из стран Центральной Азии стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН и провел международную выставку Экспо в 2017. Казахстан сегодня интегрирован во все международные процессы и основные финансовые институты. В этом году в Казахстане открылся Международный финансовый центр Астана. А за годы независимости в страну привлечены многомиллиардные прямые иностранные инвестиции. Таким образом, благодаря правильному определению основных направлений своей внешней политики, Казахстан занял достойное место на международной арене. Учащиеся 11 класса, вам необходимо выполнить домашнее задание. Первое. Написать мини-эссе на тему «Вклад Нурсултана Абишевича Назарбаева в улучшение международного положения Республики Казахстан». Второе. Составить тест закрытого типа, состоящий из не менее 15 вопросов. Для выполнения домашнего задания используем дидактический материал или интернет-ресурс i-test.kz Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...